Я приветствую всех в эфире первого городского проект Теледоктор. В студии работает Наталья Болдинская. Сегодня будем говорить о заболеваниях глаз, а именно о катаракте. У нас в гостях врач-офтальмолог медцентра ВАЖЗИР Роман Чернецкий. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Я напоминаю, что к нашему разговору можно присоединиться по номеру студии 067-827-0050. Вы можете позвонить и задать свой вопрос касаемо здоровья глаз и в частности о катаракте доктору. Ну а мы тем временем начнем. Роман, вот готовясь к эфиру, я прочитала, что практически все люди, которые перешагнули 80-летний рубеж уже, то есть пожилые достаточно, у них почти 100% у всех заболевания катаракты есть. Безусловно, так оно и есть. Катаракта – это болезнь, которая связана с нарушением обмена веществ, которые происходят в нашем организме. А, как правило, нарушение обмена веществ у здоровых людей происходит именно в возрасте старше, даже будем говорить не 80, а 60 лет. Безусловно, процент заболевших людей с возрастом только увеличивается, но сказать, что все поголовно заболеют этим заболеванием и будут нуждаться в каком-то специализированном лечении, сказать нельзя. Потому что есть ряд научных статей, есть статистические данные, которые утверждают, что существует ряд людей на нашей планете, которые живущие более 100 лет и не болеющие данным заболеванием. То есть у них с глазами все в порядке? Именно с катарактой, да. К сожалению, помимо катаракты существует еще достаточно много других заболеваний в глазу, которые могут преследовать и снижать зрение. Но если мы говорим исключительно о катаракте, то да, это именно так. Ну и наверняка есть какие-то исследования, касаемые образа жизни, то есть что способствует вот такому результату, что люди в пожилом возрасте не имеют, точнее, проблем с катарактой в частности? Как правило, это способ питания и те продукты питания, которые пациенты употребляют. То есть еда – это один из основных факторов и риска, и профилактики? Да. Есть такое выражение – мы – это то, что мы едим на самом деле. И оно не лишено смысла. Люди, которые употребляют здоровую пищу, здоровое питание, значительно меньше подвержены рискам развития катаракты. К таким людям, как правило, во всем мире относятся азиатские страны. Здесь люди в большей своей степени употребляют морские продукты. Ну, в частности, мы говорили о Японии, да? Вот перед эфиром общаюсь. В частности, о Японии, да. То есть это красная рыба, это рыба, в которой огромное количество омега-3 жирных кислот и тому подобных полезных веществ, которые стабилизируют, улучшают обмен веществ и тем самым снижают вероятность развития такого рода заболеваний. Ну, безусловно, застраховать себя невозможно. То есть если мы сядем на диету, будем прекрасно себя вести, существует еще такая вещь, как генетика. То есть наши родственники, которые нам передали данное заболевание. А это есть, да, генетическая предрасположенность? Безусловно, безусловно. Как к любому заболеванию, ну, разве что кроме простуды, генетическая предрасположенность существует. Так же, как и катаракт. То есть если в роду, там, у ближайших родственников было это заболевание, то высок риск того, что... Большая вероятность развития в таком же примерно возрасте и у вас. Но, к сожалению, тенденция катаракты в последнее время, особенно в странах СНГ, странах, в которых, скажем так, на экологию и на образ жизни уделяют меньше внимания, чем в странах более развитых, европейских и американских, есть тенденция к тому, что катаракта омолаживается. То есть еще каких-то 10 лет назад встретить пациента 40-45 лет, который болеет катарактой, даже для меня, начинающего специалиста, было достаточно таким явлением из ряда вон выходящих. Мы к нему уделяли больше внимания, мы с ним разговаривали, пытались найти... Изначально, почему? Да, почему, почему. Но со временем действительно катаракта помолодела и теперь это... Ну, подождите, что 20-30 лет назад питание было каким-то кардинально другим в странах СНГ? По всей вероятности, банально, мне кажется, что еще роль, ну, помимо питания, помимо образа жизни, еще большую роль играет осведомленность пациентов. То есть в последнее время пациенты наши стали более осведомленными, они понимают, что снижение зрения – это достаточно серьезная проблема, и ее нужно решать сейчас, а не потом, через годик, через пять, когда действительно зрение пропадет полностью. Поэтому обращаемость стала выше, выявляемость патологии стала выше. Естественно, статистика больше. Естественно, статистика больше, но я больше, чем уверен, что если будут какие-то исследования мультифункциональные, то они подтвердят мой тезис о том, что все-таки качество питания, качество жизни нашего региона, наших людей, которые находятся в данном регионе, также действительно изменилось не в лучшую сторону, что влечет за собой увеличение заболеваемости данным заболеванием. Плюс ко всему, в развитии катаракты большую роль играют болезни сопутствующие, системные заболевания, такие как сахарный диабет, например. Это крайне серьезное заболевание, которое достаточно часто влечет развитие катаракты. Опять же, в молодом возрасте в том числе? К сожалению, да. То есть в любом возрасте роль не играет 15 или 30 лет. Сахарный диабет не щадит никого. То есть это действительно серьезное заболевание. И тенденция к увеличению его есть во всем мире. И в частности у нас тоже. Поэтому и тенденция к увеличению заболеваемости катаракты еще и с этой стороны к нам подходит. Ну и так, если разобрать другие системные заболевания, которые тоже влияют на обмен веществ, все это в совокупности ведет к тому, что заболеваемость увеличивается. А что такое вот, давайте поговорим о том, что это в принципе за заболевание, в чем его суть, что происходит с глазами? Основная суть заболевания катаракты – это есть помутнение хрусталика. Хрусталик – это такая линза, которая находится внутри глаза. Если говорить более простым языком, то можно взять за основу комнату, в которой есть одно окно. Так вот комната, все, что находится внутри – это внутреннее содержимое глаза. А хрусталиком является окно. Через окно мы можем видеть как улицу, так и проходящие люди могут видеть происходящее внутри. То есть, если окно чистое, прозрачное, если хрусталик чистый и прозрачный, аналогию проводим, то мы видим, что происходит, и нас ничего не смущает. Но как только стоит пройти какому-то дождю с грязью или поклеить какие-то фотообои на окно, то есть, сделать их непрозрачными, мы не в состоянии будем как изнутри, так и снаружи видеть, что происходит в комнате и вне из нее. Точно так же и катаракта. То есть, когда она начинает потихонечку созревать, снижается прозрачность хрусталика, и пациент потихонечку начинает видеть хуже окружающий мир. Сначала как через матовое стекло. Со временем это все приходит к тому, что это матовое стекло все сгущается, становится все более плотное, и приводит к тому, что пациент банально может различать только день-ночь, не видя ничего в округе происходящего. А насколько быстро происходит этот процесс, и от чего зависит скорость? Скорость развития, опять же, зависит от всех тех вышеперечисленных факторов, о которых мы с вами поговорили. То есть, это питание, образ жизни? Безусловно, генетика и тому подобные вещи. Но если что-то усредненное взять, вот есть какая-то тоже статистика? Ой, к сожалению, статистики такого рода не существует. Всегда мы всем пациентам говорим одно и то же. Приходите, проверяйтесь, будете видеть, что вы видите хуже, перестали замечать те предметы, которые вы замечали раньше в своей комнате или на улице. Это вам сигнал о том, что катаракта перешла на следующую фазу. Ну а подожди, а чем отличается от обычного, когда развивается близорукость или дальнозоркость, вот в этом смысле? То есть, люди тоже начинают хуже видеть, и это не катаракт? Близорукость и дальнозоркость – это болезни, которые развиваются в раннем возрасте, как правило, подавляющее большинство данных заболезней. И пациент о них уже знает. То есть, к 18-20 годам пациент знает, что у него близорукость, он обращается за очками, за контактными линзами, он ими пользуется, и в течение жизни он носит очки, он привыкает к тому зрению, которое есть в очках. То есть, он в очках видит 100%, 90%, и это зрение его устраивает. Но катаракта – это абсолютно другое заболевание, при котором, одев очки или контактные линзы, или еще что-нибудь, какую-нибудь вспомогающую методику, пациент, качество зрения значительно не подвысится. То есть, он как видел плохо, одев любые очки, он все равно будет видеть плохо. Вот в чем проблема катаракты. В том, что невозможно какими-то подручными средствами быстро, безболезненно, щелкнув пальцами или там сказав какое-то заклинание. Это как бы помутнение такое, да, по сути, даже не просто резкость пропадает, а именно вот… Да, это постепенное помутнение. То есть, это происходит не за один день, не за неделю. Иногда даже пациенты, когда помутнение происходит только на одном глазу, они не обращают на это внимания. То есть, они могут длительное время, благодаря другому глазу, существовать, жить год, два, три. А потом, случайно, почесав здоровый глаз, увидят, что они другим глазом не видят. Тогда обращаются, только неделю назад пропало. Но на самом деле это неправда. То есть, у людей, у которых происходит это симметричный процесс в правом, ну, в одном и другом глазу, мы наблюдаем, что этот процесс достаточно длительный. От полугода и там до 10-15 лет он может постепенно-постепенно идти. Или дойти до какого-то определенного момента, потом остановиться. То есть, к сожалению, каких-то факторов, каких-то моментов мы не можем здесь о чем-то сказать конкретно. Сейчас я предлагаю посмотреть сюжет, но затем мы вернемся к нашему разговору. Распространенная болезнь среди людей старше 40 – катаракта. Это частичное или полное помутнение хрусталика глаза. В результате человек не видит. Хрусталик – это такая линза, через которую проходит вся получаемая информация в головной мозг. То есть, помутнение хрусталика, помутнение этой линзы приводит к тому, что банально в глаз не поступает никакая информация. Сначала поступает она плохо, потом поступает все хуже и хуже. И все это достигает той степени, когда человек просто банально перестает видеть. То есть, зрачок – это дырка, которая находится в центре радужки, через которой проходят световые потоки внутрь глаза. Непосредственно за этой дыркой, за зрачком, за радужкой находится наш хрусталик. В норме при рождении у подавляющего большинства пациентов, у людей, этот хрусталик абсолютно прозрачный, так как представлены данные модели. Но с течением времени, когда мы становимся старше, когда начинает прогрессирование катаракта, этот хрусталик начинает мутнеть. Основная причина возникновения данного заболевания – возрастные изменения, а именно сосудов, тканей, нарушение обмена веществ. Диагностируют катаракты с помощью проверки зрения и так называемой щелевой лампы. Данный прибор называется щелевая лампа. Особенностью данного прибора является то, почему он так называется. Потому что свет, который подается на глаз, на исследуемого пациента, может подаваться в виде щели, благодаря чему мы можем видеть прозрачные среды под определенным углом. Данному прибору уже порядка 50 лет, и он достаточно легкий в использовании. Именно с помощью него доктор может увидеть местоположение катаракты. Пациент ставит подбородочек, смотрит прямо, левый глазик мне на ушко. Благодаря этому я могу вывести щелевую лампу туда, куда мне нужно. И вращая банально источник света, я могу увидеть, что происходит в той или иной части глаза. Катаракта удаляется только оперативным путем. Операция называется факоэмульсификация. Это самый эффективный метод лечения. Других способов лечения, которые иногда у нас просят пациенты, капли, таблетки и тому подобные вещи, банально являются неэффективными. И только тратят пациента время и средства, которые он мог бы потратить на ту же операцию, чтобы видеть хорошо и сразу. Суть операции заключается в том, чтобы заменить мутный хрусталик на искусственный прозрачный. Для этого специальным инструментом делают микроразрез на роговице. Далее мутный хрусталик с помощью ультразвука превращают в эмульсию, его удаляют и на его место устанавливают искусственный прозрачный. Уже через несколько часов у пациента возвращается чувствительность глаза. Елена Трунова, Виктор Зубченко, Первый городской. Роман, у нас остается буквально несколько минут. В принципе, очень объемный и такой живой сюжет. Я думаю, зрители впечатлились. Но давайте о методах лечения буквально несколько слов о медикаментозных. Расскажите и о хирургических, потому что здесь есть ряд заблуждений у людей. К сожалению, на сегодняшний момент вся доказательная европейско-американская медицина ушли от того значения, что данное заболевание можно как-то профилактировать и лечить при помощи медикаментов. До недавнего времени было несколько препаратов в мире, которыми все пользовались для того, чтобы задержать скорость развития катаракты. Но недавние исследования привели к тому, что банально все начали понимать, что это невозможно. Что она все равно будет развиваться, что все равно рано или поздно пациент будет нуждаться в оперативном лечении данного заболевания. Поэтому эти медикаменты, эти препараты постепенно с европейских рынков ушли. Скоро они уйдут и с нашего рынка. Поэтому единственный золотой стандарт лечения данного заболевания во всем мире будет являться, является и будет являться, и еще длительное время будет являться, операция под названием факоэмульсификация. Суть операции заключается в том, чтобы при помощи специального ультразвука разбить этот хрусталик непрозрачный, который не дает возможность пациенту видеть окружающий мир, и на его место поставить искусственный прозрачный хрусталик, который будет выполнять его функции. Насколько это сложная операция? Насколько осложнения какие-то могут развиться в итоге? К счастью, современное оборудование, современные хирурги, которыми обладают наш центр и ряд других центров, научились за большое количество времени, которое им было дано делать данные операции. И для них эта операция не является каким-то сложным процессом. То есть скорость операции на сегодняшний момент достигает у некоторых хирургов 3-4 минут. Вся операция заключается, да. Это болезненно? Обезболиванием. Болезненности практически никакой не существует. То есть пациент во время операции может максимум, что ощущать из неприятных моментов, это яркий свет, который всю операцию бьет в глаз, и легкие прикасания, дотрагивания хирурга в один или определенный момент. Некоторые пациенты, даже стоя с операционного стола, возмущаются, что ему ничего не делали, потому что он ничего не почувствовал. Но когда мы открываем повязку, когда он начинает видеть, он начинает верить, что все-таки он прооперирован, что все-таки он начал видеть, и он... Ну и последний вопрос, который, я думаю, интересует многих, насколько дорогостоящей является такая операция по хирургическому удалению? То есть цифры называть? Ну хотя бы от. Давайте, чтобы вы понимали, люди, которые, возможно... Ну на сегодняшний день вся стоимость операции с условием обезболивания медикаментов и самим хрусталиком колеблется в пределах от 6,5-6-200 тысяч гривен в нашем регионе и до 30-32 тысяч гривен в зависимости от того хрусталика и от того желания, которое человек хочет получить в результате. Какое зрение он хочет получить, что он хочет делать после операции, чем он хочет заниматься. Спасибо большое за разговор. Сегодня в гостях у проекта «Теледоктор» был врач-офтальмолог медцентра «Ваш ЗИР» Роман Чернецкий. В студии работала Наталья Болдинская. Берегите свое здоровье, свое зрение и до встречи на Первом городском. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!